Младший лейтенант полиции Николай Балмочных 7 лет работает в правоохранительных органах. Начинал милиционером патрульно-постовой службы в Щелкове, и вот уже шестой год в Африанове. Сперва помощник участкового, теперь участковый-уполномоченный, который пользуется авторитетом у коллег и населения. По образованию Николай медбрат, но, видимо, семейные традиции пересилили. Дед нашего героя в свое время был начальником криминальной милиции в Загорянском. Николаю достался самый большой участок в Щелковском районе, но с работой он справляется, и начальство молодым офицерам довольно. Он не считается со своим временем и доводит все до конца. Никогда не подводил, показатели у него хорошие, и население отзывается о нем с положительной стороны. По словам заморуководителя Фриановской администрации Анатолия Лыставецкого, в прошлом сотрудника центрального аппарата МВД, участковым в своей работе приходится сталкиваться как с вопросами криминального характера и административных правонарушений, так и с необходимостью порой просто примирить соседей после ссоры. Вот со всеми этими вопросами мне очень часто приходится сталкиваться с нашим молодым участковым-уполномоченным полиции Николаем Юрьевичем Болночным. В ходе всех наших выездов на место, вот эти все вышеперечисленные проблемы, вопросы, он их понимает, вникает и добросовестно их решает. Деревенскому детективу 21 века невозможно обойтись без служебной машины. Особенно, когда в твоем ведении 30 населенных пунктов и почти столько же садовых товариществ на протяжении почти 40 километров. В том, что местные жители не только уважают, но и любят Николая, мы убедились, приехав вместе с ним в деревню Могутово. Как у вас дела? Нормальненько, нормально все у нас, хорошо, хорошо, что навещаете нас, не забываете, все у нас. Все тихо, спокойно? Все тихо, спокойно, хулиганства нету. Участковый для деревенских жителей не только страж порядка, но и своеобразный учитель и советчик. Он разъясняет, куда обратиться за получением льгот, как провести переоформление земельного участка, что делать, если соседи шумные попались. Подопечные Николая Балмачных пожелали ему победы на всероссийском конкурсе участковых и обещали болеть за него. Даже если ему в этот раз пусть и не повезет, ну может так случиться, мало ли, что бывает в жизни, чтобы он не отчаивался, он еще молодой, у него еще все впереди. И я думаю, вот при нашей поддержке, при нашем уважении к нему, он сумеет добиться, чего хочет. Он к нам будет обращаться, мы к нему с полным удовольствием, ему поможем, что ему надо быть, кого искать будет. Служба Николаю нравится, уходить он не собирается и, конечно, мечтает со временем сделать карьеру в полиции. А пока главной трудностью в своей работе считает нехватку времени. Люди все разные, ну со всеми приходится находить общий язык. Много заявлений, обращений граждан, которые рассматриваются там, установлены в законном порядке. Кто-то кого-то побил, кто-то там шумит, потом делит территорию, кто-то что-то там забор перенес. И это очень, как бы, занимает очень много времени. Ну а те немногие свободные дни, которые выдаются, Николай посвящает своим полезным увлечениям, благо семьей пока не обзавелся. За грибами сейчас хожу, сейчас грибное такое время. Ну и в футбол играю. В Щелковском районе проводится турнир, вот в этом турнире участвую из команды Фрианова. Всего в конкурсе «Народные участковые-2016» участвует трое полицейских нашего района. Проголосовать за своего любимого участкового можно на сайте Щелковского межмуниципального управления МВД. Сергей Дадыко, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».